Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем изучать загадочный мир Arc Survival Evolved. В прошлой серии мы достигли Красного Обелиска, сделали здесь перевалочную базу, приручили большерогого оленя, который мне очень понравился, и Птернадон для того, чтобы спасти наших переглючивших птичек, которые застряли где-то там высоко в небе. За кадром я приручил еще и Дидикурс, который тут просто проползал мимо нашей базы. Он невысокого уровня, но позволяет хорошо крафтить камень. Я тут даже пытался делать некоторые подобия забора, потому что вот с той стороны к нам постоянно приходят аллозавры, карнотавры и бешеные птицы. Я еле-еле от них отбиваюсь. Кстати, вы удивитесь, но наш большерогий олень у нас завалил карнотавра 20, кажется, восьмого уровня. Большерогий олень у нас 84 уровня. А также где-то там, вот за этими елками, вдали бродит свирепый медведь, которого мы сегодня попробуем приручить. Для этого я сделал что-то около 85 транквилизирующих стрел. 71, да. У меня было 85, но понадобилось несколько стрел как раз для приручения вот этого Дидикурса, который шел у нас с той стороны. С той стороны у нас тоже постоянно кто-то приходит, кто-то нападает. У нас большерогий олень уже выдержал три битвы, поэтому я вот здесь хитро решил между камнями поставить вот такой вот забор, чтобы не прошли такие средние животные. Понятно, что если тираннозавр здесь какой-нибудь придет, он, конечно же, здесь пройдет. А вот здесь я все-таки такой низкий пока забор еще не доделал, потому что камня у меня не хватило, но Дидикурс у нас ходит везде по сторонам. И да, и он насобирал здесь уже огромное количество камня, так что можно будет доделывать. Вот. Чисто для того, чтобы от бешеных птиц защищаться. Смотрите, я применяю рельеф местности. Здесь сверху на меня никто никогда не нападает. Здесь я сделаю, наверное, вот так вот забор до камня. О, барашек у нас отлично, о, бронтозавр или диплодок пришел. Вот. А бешеных птиц вот так вот очень хорошо отстреливать, потому что они не пролазят. Вот особенно встаешь вот сюда вот и их отстреливаешь. Они не могут через вот эту вот стеночку пройти. Там нам какой-то еще обелиск. Ну ладно, давайте начнем с того, что мы сначала спасем глючных наших птеродактилей. Где-то они у нас там наверху. Так, у нас тут уже что-то мы перегрузились. Пошли давай вперед. Сейчас мы где-то высоко-высоко в небе. Я вам уже рассказывал о том, что они почему-то у нас той предыдущей смерти в прошлой серии почему-то очень сильно переглючили. И где-то здесь просто летают синхронно. И они ни на какие свисты вообще не отзывают. То есть я так понимаю, скорее всего, вон они. Вот, вы видите? Вот два, они друг напротив друга. И летают, смотрят друг на друга. Ну что ж, у нас уже половина выносливости. Давайте где-нибудь сейчас подлетим поближе. Здесь немножечко передохнем. Так, там ушли у нас эти огненные альфа-карнотавры. Сейчас посмотрим. Где-то они у нас были вот примерно вот в этом месте. Ну что ж, пока не вижу. И это хорошо, что нет огненных карнотавров. Давайте сейчас вот здесь вот передохнем. Пойдем сейчас посмотрим. Главное здесь вот бешеные птицы. Они на самом деле не такие уж и страшные. Просто, как говорится, когда первый раз с ними встречаешься, когда они берут толпой на тебя сразу там по три, по два, то, конечно, начинается паника. А так, просто спокойно их убиваешь и отходишь. Не такой уж сильный, кстати, у них и урон. Полетели давайте, друзья. Мы отдохнули. Я очень надеюсь, что сейчас все-таки наши переглюченные вот эти вот тернодоны отозвутся на помощь нашего высокого уровня. Кстати, смотрите, я его прокачал уже до 149 уровня. Скоро у нас уже будет топовый птеродактиль. И я надеюсь, будет все классно. Ну что ж, давайте. Вот они у нас, наши два турука. Здорово, туруки! Как же вы у нас тут так переглючили-то, что никак не можете спуститься вниз? Так, ты за мной. Во, разглючил. А во, а второй разглючил за ним. Отлично. И мы таким паровозиком сейчас тогда спускаемся. У нас с выносливостью все хорошо. Летите, да? Вон они у нас еще и прокачались. Все. Я думаю, что я их тогда расседлаю. Зачем нам уже нужны туруки 80 уровня? Мы их здесь оставим тогда про запас на всякий случай. Мало ли что может случиться. А сами сейчас летаем вот к тому фиолетовому лучу. Ну, кстати, зря я игнорировал вот эти вот лучи на протяжении всех своих там... Так, а где он? А, здесь они у нас. Смотрите, какая у нас целая летная эскадрилья. Вау, эскадрилья туруков. Классика. Ну ладно, давайте сейчас мы тогда... Тут бронтозавр. Кстати, бронтозавр тоже довольно-таки высокого уровня. Его бы стоило бы нам приручить. А вот и наша хатка. Интересно, почему мы замерзаем, когда у нас ясный-приясный день? Ну все, приземлились. Давайте мы тогда... Все, готово. Никто тут к нам не подполз, надеюсь. Сейчас мы всем дадим команду. Тут у нас теперь... Вот здесь пусть они все собираются. Приземляются. А тут у нас барашек бегает. Трук, ты чего у нас тупишь? Почему ты у нас не хочешь приземляться? Нужно будет сейчас посмотреть, какие у них настройки стоят. И, может быть, мы поймем, почему они у нас все-таки перезатупили. Седло, в принципе, можно снять с одного из них, с самого маленького. А на другом мы все-таки оставим, чтобы они сами себя защищали. Почему я хочу снять вот это вот седло? Ну, потому что если сюда придет какой-нибудь тернозавр, всех раскидает. О, смотрите, мы соль. Ох ты, у них мяса не осталось, бедненькие мои. Они у меня там летали, летали. Давай, ты пока без седла. И уровень тебе какой-нибудь качнем. Давай вот сюда, например. И нужно дать ему кусочек мяса. Мясо у меня было... Наш олень прокачался, ничего не делал и качнулся. Давайте, вот выносливость очень хорошо. Вообще, конечно, олень у нас богатый получился. Очень-очень классный. Мне он дичайше понравился. Так, а здесь у тебя что с мясом? А здесь у него вообще нету мяса. И смотрите, он кого-то убил. Он убил сумчатого льда. Да, это все с того раза у нас. Вот и стрелы заодно, инструменты. Мясо нужно будет... Он голодненький? Нет, они там, видимо, что-то ели в лесу. Похоже. Давай, Турок, поделись с мясом. Если у тебя... Да подожди ты. Если у тебя есть 25,5. Ну, ты-то спокойно у нас везде мясо сможешь достать. А вот эти у нас летать, я так думаю, пока что не будут больше. Поэтому мясо мы им все отдадим. И, кстати, мясо у меня было в холодильнике. Потому что здесь, я говорю, карнотавры, всякие аллозавры к нам подбегали. Приходилось их убивать. И вот мясо все отсюда мы... Давайте вот это вот, 40 мы отдадим. Кстати, спускался луч. Я тут еще взял GPS. Можно будет смотреть, какие координаты. Но это тоже пока что не нужно. Вот, смотрите, еще один большерогий олень. Я, кстати, обратил внимание на то, что большерогий олень есть разного типа. Есть с такими прям действительно большерогий олень, а есть малорогий олень где-то вот там вот в лесу ходит. Так что я думаю, попробую приучить. Я, кстати, обратил внимание на то, что... Где ты? Коля, ты где? Так, а куда у нас Коля-то убежал? Вот Коля у нас мальчик. Вот он у нас, Коля мальчик. И у него рога огромные. А там вот, я сказал, в лесу, видел тоже большерогого оленя. Но у него были такие маленькие рожки, как у олененка Бэмби. И он у нас девочка. И, следовательно, вот так, наверное, можно будет отличить самца и самку. Ну что ж, друзья, мы спасли с вами Туруков. Мы их, наверное, тогда здесь оставляем. И полетим мы с вами. Давайте посмотрим, все ли у нас готово. Во-первых, транквилизирующие стрелы 72. Не уверен, что этого хватит. Поэтому давайте еще сделаем, ну, штучки 32. Нет, это слишком много. Это будет где-то вот 80, наверное, мы штук вот так вот сделаем. Мне кажется, чтобы медведя завалить, а он там 100 какого-то уровня уже прокачался. Кстати, я за ним понаблюдал. Ну, все, давайте вот так вот. 83 штуки. Если что, у нас будет возможность. Кстати, со стаканчиками еще. 20 стаканчиков. Что ж, давайте мы тогда сделаем вот что. Нам бы еще приручить какого-нибудь Паразуралофа или Трицератопса, чтобы они у нас... Так, вот это вот мы сейчас все уберем лишнее отсюда. Коготь сумчатого медведя. Это будет наш теперь трофей. Смотрите, Махетина. Кстати, на нас налетели какие-то пчелы. Причем не Титан Муравьи, а там что-то было другое написано, сейчас не помню. И начали загрызать моего Турука. Но он у меня 50 уровня, поэтому ему все было нипочем. Ну, вроде бы все. Конечно, сделать бы транквилизирующие патроны, вот такие вот, было бы, конечно, лучше. Они и стреляют. Так, вы чего? Тут кто у нас? Большерогий. Вот, как раз я про это и говорил, но у ней нету вообще никаких рогов. И она у нас, смотрите, она у нас должна быть самочка. И она пришла, похоже, как раз, да, дикий самец, самочка. 145 уровня. Можно ее, в принципе, взять. У нас тут будет куча большерогих оленей. Но вы знаете мой план. Мой план не оставаться никогда на одном месте. Мой план ведет к исследованию всему острову. Дух, как говорится, исследователей живет во мне. Поэтому нам нужно будет вот эти все районы изучить. И потом, конечно же, мы с вами пойдем на юг. Вы мне, кстати, в комментариях писали под прошлой серией, что на юге очень страшно и опасно. Это как раз все, что нужно для Никодима. Там, где страшно и опасно, это место, куда обязательно должен сходить Никодим. Ну все, друзья, давайте. Сейчас тогда мы качнемся немножко в вес. Уберем все лишнее, чтобы не было перегруза. Нормально. И пошли сначала посмотрим так. Забор бы еще доделать. Слушайте, нам для забора нужно будет еще несколько деревьев. Да. Поэтому я сейчас за кадром тогда, друзья. Смотрите, какой у нас классный олень. Вообще, он даже может... Ну, перепрыгнешь? Да, перепрыгивает даже вот через такие вот заборы. Очень мне нравится вот наш большерогий олень. Очень классный. Он спокойно убивает вот здесь вот всяких троадонов. Убивает... Мы забыли луч забрать. Он убивает спокойно мелких вот этих хищных динозавров. Вообще, очень классная штука. Единственный минус у него, то, что он не может сам себе добывать еду. То есть, обязательно нужно будет слазить, обязательно нужно будет... Ты кто такой? Сейчас мы дерево с соломой еще возьмем. Ну, солому не так важно, сколько дерева для того, чтобы там забор доделать. План у меня, кстати, такой насчет медведя. Я, конечно же, так как я ленивый, я его призову к нашей базе. Ну, не совсем прям рядом к нашей базе, чтобы он убивал наших животных. А я его призову, чтобы где-то, ну, недалеко бегать, потому что мне лень будет бегать в лес. Ему там носить какие-нибудь штуковинки. Так, друзья, мы с вами начинаем перегружаться. Поэтому давайте просто выкидываем вот эту вот всю солому. Она нам нафиг будет не нужна. Наша главная цель, конечно же, собрать огромное количество... Так, не ударить бы его случайно, а то знаю я этих динозавров обидчиво. Как они могут нам навалять по самые уши. Так, и все. Мы тут что, не бежим уже? Вот последнее дерево. Так, еще один барашка бы, кстати, тоже бы надо убить. Потому что если сейчас медведя будем приручать, я думаю, ему... А, осторожно! Я думаю, что нашему медведю нужно будет только лишь элитное мясо забрать. А у нас что? У нас ночь начинается. Ну, давайте тогда сделаем следующим образом. Пока ночь, я побегаю и поделаю здесь забор. Кстати, забежать они могут с обратной стороны. Но я заметил, что даже вот бешеные птицы не заходят вот с обратной стороны. Поэтому давайте не будем сейчас заморачиваться. Не будем придумывать себе того, чего нету. Поставим вот так вот парочку еще больших. Чтобы здесь можно было нам спокойно входить и выходить. А какой-нибудь, если свирепый медведь придет, он, скорее всего, у нас тупенький будет. Мы его с вами арбалетиком-то и захомутаем. Ну что ж, друзья. У нас ночь, все готово. Я пока отправляюсь на разведку. На нашем 150-м уже туруйке. Итак, друзья, пока у нас ночь. Я съездил на своем большерогом олене вот сюда вот в лес. Набрал немножко черных ягод для того, чтобы... 50. Для того, чтобы сделать несколько бочонок 10 с транквилизатором. Ну, я думаю, что нам этого хватит для того, чтобы приручить медведя. Теперь нужно будет хорошенько попить. Сходить обязательно вот здесь вот в туалет под камушком. И посмотреть, где же тот медведь. Вообще, я видел, что у того медведя очень сложная судьба. На него постоянно нападают аллозавры, корнотавры, прочие другие всякие там хищные животные. Даже я видел пару раз на него нападали свирепые птицы. Он от всех отбивается. Ну что ж, полетели, друзья. Сейчас нам нужно будет, во-первых, найти медведя. Понять, как мы будем его обезвреживать. И где будут самые лучшие места. А самое главное, так как вот здесь весь полуостров у нас кишит хищниками. Нам нужно будет зачистить полуостров от хищников. Так, а куда Мишка-то у нас косолапый подевался? Смотрите, вот этот вот бронтозавр. Откуда-то пришел непонятно. Галемим бегает даже два. И здесь вот траодоны мелкие бегали. А вон они все на остров куда-то смотались. Так, ну что ж, пока я не вижу, к сожалению, медведя. Последний раз он был где-то вот здесь вот. Куда же ты, Мишка, от нас ушел? Обиделся на нас. Почувствовал свою судьбу. Что сейчас мы его будем проручать. Ну не убивать же будем, а приручать. Так, ну давайте подлетим. Тут еще рядом есть Мегатыри. У меня есть планы и на него. Правда, я не помню, какого он уровня. Давайте сейчас подлетим повыше, посмотрим. Чтобы на нас кто-нибудь случайно где-нибудь не прыгнул. Но он вообще-то добрый. Можно будет подлететь к нему прям совсем рядом. Главное, чтобы они не схлестнулись с медведем. Так, это кто там внизу? Теродактиль. Давайте посмотрим на этого Мегатерия. Так, он у нас 14 уровня. Но, как вы мне писали в комментариях, даже Мегатерии 14 уровня завалить это уже высшее произведение искусства. Потому что это очень сильный животный. Один из самых сильных в игре. Но я все-таки по плану хочу найти медведя. Давайте сделаем так. Я пока полетаю, поищу и где у нас здесь находится тот самый свирепый медведь. А когда уже найду, мы встретимся и начнем его оглушать, друзья. Так, вот он у нас, друзья. Смотрите. Вот он прям рядом находится за кустами. Кстати, у него радиус небольшой. То есть к нему надо прям чуть ли не ударить его по носу для того, чтобы он активировал свою агрессию. Поэтому, вот если даже мы приземлимся где-нибудь вот здесь, это будет абсолютно безопасно. Смотрите. Медведь на вас вообще не агрится. Вот нужно подойти и чуть ли не ударить его за попу. Только тогда он станет агрессивным. Ну что ж, друзья. Медведя мы с вами нашли. Теперь нужно будет найти самую лучшую точку для отстрела этого медведя. И самое главное, чтобы транквилизирующие стрелы там добивали. Вот здесь можно будет приземлиться. Но есть вероятность, что стрелы, да, 100%, они до туда у нас не достанут. Можно будет вот это дерево сломать. Так, а куда Мишка-то у нас кусала? Вот он прям под нами. Отличное место, друзья. Сзади никто не нападет. Спереди, скорее всего, тоже никто не нападет. Вот куст может помешаться. Мы можем в разгаре боя немножечко увлечься и упасть. И дерево. Дерево придется нам, наверное, друзья, выкидывать. Ну да, давайте срубаем. Почему всегда так? Когда нужно. Ну все, теперь мы видим с вами Мишку. Сбрасываем все, что нам не нужно. Здесь придется нам, к сожалению, все выкинуть, друзья. Как говорится, жизнь дороже. Все, Турук стоит. Здесь не зайдет. Здесь не зайдет. Здесь у нас тоже все хорошо. Итого, друзья. Погнали тогда приручать свирепого медведя. Главное, чтобы... Поехали. Попали? Есть, попали. 35. Вы меня просили в прошлой серии включить урон. Я так и сделал, как вы мне написали. А куда Мишка подевался? Вот он у нас. Так, попали еще разочек. Интересно, сколько нам тут стрел понадобится? Я так думаю, что, наверное, нужно будет стрелять точно в голову. По 35 идет урон. Странно. Но Мишка не может подняться. Самое главное сейчас не спешить. Точно попадать, чтобы ни одна стрела не пошла в холостую. Вот так вот. И, наверное, он так же, как и другие дикие животные, при попытке... Ах, ты промазал. Все-таки одну промазал. А, нет, вот это вот уже прям совсем проблематично. Так, друзья, заходим к ту руку. Смотрим аккуратно. И идем его искать. Куда-то он у нас под камень залез непонятно. И это плохо. У него сейчас оглушение может спасть. Так, пропадет. Да пусть пропадает. Мы такого дерева нарубим с вами. Огромнейшее количество. Есть. Еще одну транквилизирующую мы попали. Да. Неудобные позиции, но зато он 100%. Во, смотрите. Нашли. Есть. Попали еще одну. Сколько у нас стрел? 76. Я думаю, что сейчас мы его просто вот так вот загасим. Так, не убить бы только его. Потому что что-то мы как-то уже прям... О, там птеродактиль. Он, надеюсь, на него... Так. Все, он начинает уже убегать, друзья. Поэтому погнали за ним на нашем птере. Хорошие мы выбрали место, но, к сожалению, медведь слился буквально там с каких-то 7-8 стрел. Главное, чтобы он не умер. И главное, друзья, чтобы он никак не подобрался к нашей базе. Смотрите, он прям реально бежит к нашей базе. Ух ты, как неожиданно. Так, так. Кого он там решил убить? Он какого-то хищного решил убить. Так, давайте сейчас приземлимся, посмотрим. Я не вижу, где он и что он у нас делает. По выносливости у нас все хорошо. Кто видит Мишку, друзья? Где он у нас? Вот он у нас. Отлично. Ну что ж, давайте попробуем тогда еще немножечко пострелять. Смотрите, он вроде бы от нас отстал. Раз. Ух ты. Он что, сейчас нападать? Да, он на нас нападает. Полетели, полетели, полетели. Отведем его чуть-чуть подальше. Отведем его в ту зону. Так, кто это нас? Неужели Мишка смог достать? Я не верю. Да, Мишка нас смог достать. Вот это у него радиус, оказывается. Но он сейчас хилится будет. Поэтому, интересно, вот через реку он у нас все ли будет хорошо. Правда, у нас тут может быть у самих проблемы. Нет, Мишка отошел. Давайте мы его достреляем. Да, очень умно. Он, кстати, защищается. Не могу я так вот, чтобы без риска его отстрелять. Ну, ладно, погнали. Еще парочку сейчас всадим. Так, ты где там? Куда он там подевался? Кстати, я заметил, бегает Мишка прям вот-вот. Хорошо. Где ты, Мишка? Блин, опасно без ту рук идти. Давайте все-таки с ту рук мы подойдем, потому что нам сейчас не нужно проблем. Вон он, нападает на нас. Отлично, побежали. Все, полетели сразу вверх. Тихонько. И вот сюда. Он пока будет у нас заходить на эту скалу. Отлично. Мы его уже 16 раз сможем отстрелять. Так, погнали. Главное, чтобы его увидеть сейчас. Где он у нас? Только бы он не подбежал к горе. Так, он может, кстати, спокойно-напросто подбежать к горе. Так, внизу где-то я только что... Вон он. Так, вон наш Мишка. Так, поехали. Странно, не попадаем. Прям чуть-чуть осталось. Так, нет, не попадаем, друзья. Придется все-таки рискнуть. Только бы он у нас не отъелся. Давайте сейчас. Да, отойди, Галимим. Так, Мишку взяли. Второй раз. Где он там, Мишка? Он убегает. Он начал у нас убегать. То есть все, он уже практически спит, друзья. Его сейчас нужно будет просто добить несколькими стрелами. И вот отсюда, наверное, можно будет его добить. Все, приземляйся. Давай быстрее. Так, да, убегает он у нас. Отличненько. Раз стрела. Два стрела. Его бы теперь надо заагрить на себя, чтобы подвести поближе к своей базе, потому что я ленивый и не хочу вот отсюда туда куда-то там перелетать. Мне, честно сказать, лень. Ты куда подевался? Ты где? Ох ты, вот он у нас. Так, и он, кажется, застрял в горе, что тоже очень неплохо. Здесь он будет в некотором, так сказать, роде безопасности. Так, еще одна пошла у него. Ну, давай, Мишка, Мишка. Нам там будет тяжеловато, наверное, его поймать. Ну, смотрите, он реально застрял, поэтому можно его абсолютно теперь не бояться. И сейчас мы его... Так, кто там у нас? Кто, кто? Турук. Давай. Что там? Какая-то мелочь, что ли, пузатая пришла, похоже. Или бешеная птица? Не пойму, кто там внизу у нас? А вон троадончик какой-то. Блин, как-то его не вовремя. Давай мы его сразу тогда, пегамаг стерикса какого-то убиваем. А Мишка вот. Ну, блин. Как всегда. Давайте вот отсюда встаем. Мишка у нас там упал за камень. Погнали. Где Мишка? Косолапый только... Ой, вот это да! Беги, Форест, беги. Поднимайся наверх. Отлично. Ой, это было страшно. Я не вижу, где Мишка. Вот он у нас. Но он уже все. У него уже тут и кровь, и все остальное. И я боюсь, что он просто-напросто у нас не уснет, а умрет. Вот в чем проблема-то, мне кажется. Потому что мы его сильно избили. Давайте догоняем его. Нам все время кто-то мешает. Все время нам кто-то... Да не в ту сторону ты беги, бестолковый. Нам надо... О, он наступает. Так, давай, давай, давай. За нами бежит? Нет? Уже не бежит. Давайте вот здесь вот тогда встаем и начинаем его отстреливать, друзья. Нам сейчас нужно будет... Главное, чтобы не попасть вот в этого вот непонятного. Так. Так, Турук. Полетели Туручана, полетели. Чуть-чуть ему хвостик откусили. Давайте спускаемся сюда, и он опять повернул. Да что ж такое, я никак его не могу на свою базу-то отвезти. Мишка, давай за нами. Давай. Кто тут? Тихо. Ух ты, опять этот какой-то маленький птигомастерикс, который нам сильно может сейчас помешать. Давайте отведем поближе к базе. Вот. И придется его убивать, к сожалению. Потому что, ну, нам не нужно лишние... Так, здесь у нас вода. С водой у нас могут быть проблемы с полетом. А с Мишкой... Ну, смотрите, до тех пор, пока мы Мишку не отстреляем... Так, ты где Мишка-то? Куда Мишка-то у нас подевался? Сторона. Мишка куда-то... Так, кто, 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 кто у нас? Это мелочь какая-то на нас нападает. Вон, убили. Из-за этих пигомастериксов я не вижу, где медведь. Вот, вижу. Ну, давай, приземляйся. Начинаем его отстреливать. Раз. Давай, сейчас оглушить надо будет. Два. Угу, ушли. Нам надо к базе, к базе его потихонечку, медленно, но верно подводить к нашей базе. Вот он у нас побежал. Давай, главное, чтобы он ни на кого больше не нападал, не отхиливался и прочее, чтобы не было. Вот, приземлился. Отлично. Давайте пошли чуть-чуть еще подальше. Но близко, совсем близко к базе, я его подводить не буду, друзья. Потому что там, ну, не хочу проблем. Они убьют просто-напросто этого медведя. А мне этого, как говорится, и даром не нать. Так, а что у нас случилось? Так, я не прицелился. Нормально. Сейчас мы Мишку туда бьем. Ну, вот, попала. Должна была попасть 35. Должна была попасть вторая 35. Ох ты, вот это прям уже совсем. Ну, беги, господи. Так, Турук, 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 Турук. Выручай. Есть три стрелы мы еще запиндорили. И давайте вот со скалы тогда. Он пока до нас добежит. Пока он поймет. А он сразу все понял. Нет, нет. Вот это удар. У нас сняли четверть здоровья. Слушайте, а Мишку-то мы с вами взяли себе. Отличнейшего. Ну, правда, еще пока не смогли взять. Но разворачивайся Турук, Бестовыч. Где Мишка? Мишка где? Мишка где-то бродит под нами. Вот он у нас. Залезть он не может. Просто великолепно. Все. Добиваем тогда его на багах этой игры. Жалко, что вся игра вот здесь вот сосредоточена на багах. Так, куда там Мишка-то подевался? Главное сейчас не грохнуться. Потому что у меня есть такая проблема. Я всегда начинаю падать. Так, Турук. Турук здесь. Мишка непонятно где. Пошли тогда опять Мишку искать. Мишка опять у нас куда-то убежал. Ну что ж, давайте сейчас уже тогда надо будет его добить. Попали в Мишку. Так, попали еще раз в Мишку. Он там кого-то решил убить. А мы его тем временем сейчас усыпим. Так, что? Его птицы загрызли. Блин, как обидно, друзья. Его, кажется, птицу убили. Две бешеные птицы убили нашего Мишку. Ёлки-палки. Вот это было весьма и весьма плохо. Да, остались мы с вами без медведя. Ну что ж, давайте тогда отомстим бешеным птицам. Я думаю, что мы сделаем вот такого рода штуку. Мы каменными стрелами их просто нафиг отстрелим. Где они у нас? Вот они у нас. Давайте бешеные птицы сюда. Так, добил я всех этих ужасных птиц. Повышение уровня. А где наш птеродактиль? Вот. Отлично, друзья. Жалко. Похоже, медведи они все-таки уничтожили. Качнули мы с вами уровень. Давайте, наверное, можно в выносливость. Кислород. Нам, кстати, скоро нужно будет изучать уже морские глубины. Вес. Ну, тут смысла нету. Урон в ближнем бою. Скорость передвижения. Да, давайте мы в скорость передвижения вкачнемся. И у нас уже 85 уровень. Что доступно на этом уже высоком уровне? Противогаз. Седло, платформа для животного, абсорбент, пули снайперской винтовки и химический стол. Ну, когда мы выберем с вами базу, тогда мы и будем этим всем заниматься. А пока у нас наша главная цель – это всяческие исследования. Жалко, друзья. Я все-таки тогда полечу дальше. Я не буду задерживаться. Может быть, если я пока лечу, увижу еще какого-нибудь бешеного медведя, я тогда его себе заберу. Можно будет в лес сходить. Кстати, мегатерия. Интересно было бы тоже приручить. Я, кстати, не знаю, что он ест. Вроде бы травку ест. Ну, что ж, друзья. Раз у нас съели медведя, давайте мы немножечко полетаем по лесу. Сколько у нас сейчас осталось стрел-то? У нас 50 стрел. Я думаю, этого будет прям мало. Ну, 50 еще плюс 20 – это будет 70. Этого тоже будет мало. Жаль, конечно, что так вот произошло. Бешеные птицы. Так, друзья. Искал я медведя, а нашел я, похоже, мегатерия. Смотрите, надеюсь, он у нас не обидится и безопасный. Вроде бы пока не нападает. Какой страшный черный. Тут еще барашек есть. Ух ты. Смотрите, подходит к нам. Я очень боюсь, что он на нас сразу же как-то загрится. Интересно, на этот камень он, ну, думаю, что без проблем сможет залезть. Так, давайте посмотрим все-таки, что это за животное у нас такое тут ходит. Мегатерия 20 уровня. Самочка-мегатерия. Тут, в принципе, достаточно много скал, достаточно много ягод для того, чтобы скормить мегатерия. И уровень у него такой средненький. Так что, может быть, мы его сейчас, друзья, усыпим. Ну что ж, друзья, давайте рискнем, попробуем приручить мегатерии. Итак, переставляем наши 50. Хватит ли нам вот в чем вопрос 50 вот транквилизирующих стрел? Не факт. Давайте тогда выкидываем все, что нам может не понадобиться. Заодно вот это поедим. Вот эти все ягодки можно будет съесть, чтобы у нас веса никакого лишнего не было. Так, солому нафиг выкидываем. Здесь 20 у нас остается. Стрела у нас, если что, есть. Мы быстро-быстро скрафтим. Ну и броня. Броня тоже тогда выкидываем. И вот это тоже нам сейчас не понадобится. Нам главное сейчас будет вес. Посмотрим, как тут у него. Здесь это выкинем. Здесь ничего не весит. Мясо. Ну, мяса здесь предостаточно. Кстати, мясо нам сейчас пригодится. Я так думаю, мегатерий, ну, наверное, мясо ест. Смотрите, он там что-то подобрал. Так, друзья, давайте сейчас находим какую-то хорошую местность, где мы можем безопасно его отстреливать. Ну что ж, рискнем, наверное, друзья. Пока он будет до нас добираться. Поехали сейчас сразу. О, попали. 35. Отлично. Ах ты, промазали, мне кажется. Так, только бы он... Смотрите, он залазит, кажется. Или нет? Все-таки нет. Сейчас давайте, давайте бы быстрее перегружать. В голову, в голову, побыстрее. Он стоит на селфи, поэтому мы сейчас его быстро усыпим. И тут как раз очень близко... Что? Да, Никодим, молодец ты, огромный. Ну, ничем мы не сможем уже тут помочь. И у нас нету металла. Есть один вариант. Сейчас полетели тогда. Он, может быть, кстати, увяжется за нами и придет вот сюда. Там уже скопилось огромное количество динозавров. У нас есть лук. Можно будет с помощью лука вот эти вот стрелы стрелять. А металл нам ремонтировать. И, к сожалению, все очень-очень будет плохо. Так, он не побежал за нами, я так надеюсь? Нет, не побежал. Мы далеко уже улетели. У нас там драка началась. Смотрите, там, похоже, мегатеревская драка началась. Кто-то кого-то убивает. И, похоже, что мы с вами все прозеваем. Давайте вот сюда. Там у нас туруки дерутся. Еще кто-то дерутся. Нет, смотрите. Все нормально. Турук жив. Все жив. Никто здесь... Он, мегатерий, мегатерий. Давай, 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 давай. Вот сюда, мой друг. Давай, вот сюда. За мной, за мной, за мной. Не надо там ничего ломать. Так, давайте мы сейчас его тогда транквилизирующими стрелами. Отлично. Есть, попали. Не надо там биться. Не надо там биться, говорю. Не надо биться. Блин, бестолычи. Господи, вон туда всем. Да отойди ты, Турук. Так, Турук, Турук, выручай. Да, придется им, значит, мегатерий убивать все-таки. Ну, я думаю, да, мегатерий они у нас забьют. Он у нас еще и полусонный, к тому же. Все, он, кажется, уснул. Просто уснул. Или убили его. Так, мегатерий. Да. Придется нам, конечно, друзья, сегодня попотеть. Не пошла, как говорится, серия с самого начала. Ну, как, в принципе, не пошла. Спасли мы с вами Туруков, которую у нас переглючили. И у нас, смотрите, стены все-таки работают. Даже вот такая маленькая стеночка. Не зря я ее делал. Оказывается, у нас все идеально работает. Ну, что ж, друзья, нам сейчас предстоит скучная и нудная работа. Нам сейчас нужно будет расширить площадку, сделать здесь станок, сделать здесь плавильню, добыть металла. Но с металлом проблем не будет. Вот там прям огромное количество металла, я помню. Переплавить металл, отремонтировать все свои инструменты. Вполне возможно, нас немножечко и здесь потрепали. Нет, здесь у нас все идеально. Но вот кожу только можно будет переделать. Это все тоже делается в мастерской. И тогда мы уже вернемся. Может быть, к тому времени у нас отрегинется тот самый медведь. Я очень, по крайней мере, на это надеюсь. И я полетал еще в ту сторону. Медведь убил у нас всех аллозавров и корнотавров. Поэтому у нас тоже их нет. Итак, друзья, как я и планировал, за кадром я сделал мастерскую. Поставил сюда плавильную печь и верстак. И здесь меня заколебал ходить бронтозавр. Мне пришлось его приручить. Приручил его довольно просто. Я поставил всех своих динозавров на пассив. Отвел их вот сюда, вот в скале. И мне еще повезло. Несколько раз рядом опускались лучи. Все они были либо красные, либо фиолетовые. И обратите внимание, друзья, я смог сделать теперь зеленый арбалет и красный меч. Красный меч мне просто подарили. А зеленый арбалет у нас теперь есть чертеж. Мы теперь можем этих зеленых арбалетов наделать сколько захотим. У нас я его поместил вот сюда, в мастерской. Кстати, давайте. Так как я бронтозавра приручил очень как-то быстро, я его здесь вот упал он у меня перед забором. Валялся прямо на камне. Поэтому мне не составило никакого труда за ним следить. Я занимался другими делами. Пытался я сначала найти наркобери, но потом подумал, зачем мне искать, когда за меня все делает бронтозавр. Единственное, что нужно сейчас по-быстрому тогда сделать седло для него. Давайте посмотрим. Седло для вот кого у нас есть. Уже для Дидикуруса и есть седло для бронтозавра. Не хватает всего лишь 20 металла. Но я уже вроде бы должен был 36 металла добыть. Отлично. Там еще 15 у нас буквально остается. И сейчас мы тогда сделаем это седло. Опять чего-то не хватает, потому что я не перенес. Так что там, надеюсь, не драка. Проверяем седло для бронтозавра. Обычного качества. Создаем одну штуку. И сейчас мы его оснастим и поедем. Седло для снежной совы. Нет, к сожалению, я пока что такой не видел. А это седло для кротокрыса. Пока что мы не исследовали до конца весь наш остров. Так, там еще крупные динозавры у нас ходят, все время мешаются. Но забираем седло для бронтозавра. Отлично, друзья. Я бронтозавра этого взял лишь только для того, ну, во-первых, чтобы он у нас не ходил и не мешался нам здесь рядышком. А во-вторых, я его взял для того, чтобы взять огромное количество наркоберей и сделать транквилизирующий стрел, потому что у нас всего 21 штука осталась. И все-таки я хочу сегодня, как с чего я начал, на том я и хочу закончить, все-таки найти и приучить какого-нибудь медведя. Смотрите, наверное, я думаю, выносливость в первую очередь пока что мы ему дадим, чтобы на ускорение идти. Иначе он будет у нас очень-очень-очень медленно ходить. Ну и все, друзья. Погнали тогда. Сейчас нужно будет только посмотреть, где у нас есть ближайшие трава. Вот в ту сторону. И, надеюсь, он у нас сквозь забор... Кстати, вот через такой забор он спокойно переходит. Это для него вообще не препятствие. И сейчас я быстро наберу черные ягоды. Заодно и соберем все остальные. С таким-то динозавром... Смотрите, какого он у меня уровня. 127-го. Но, странно, он приучился на обычных фиолетовых ягодах и приучился что-то быстрое. Я даже не заметил, когда он у нас стал. Я какими-то своими делами занимался. Ладно, поехали, друзья. Собираем вот это, да. Вот это мы с вами сразу же здесь взяли. Барантазавр повышен уровень. Начинаем его тогда прокачку. Так, вес пока нет смысла. В здоровье, кстати, можно для того, чтобы... Посмотрим, насколько. 9 почти увеличилось на 1000. И это очень-очень хорошо. Хорошо. Давай, погнал вперед потихонечку. Мы сейчас весь лес вот этот вот опучим. Еще немножечко. Так, я не вижу Наркобери-28. Странно, ну что-то как-то еще у нас повышение уровня. Ну, давайте тогда мы качнем еще. И в этот раз мы качнем, наверное, вот так вот выносливость. Чтобы он у нас подольше. 100, 100, 100. Все, давайте. Мы пока заканчиваем, потому что у нас проблема. У нас не хватит только гнилого мяса. Нам сейчас придется кого-нибудь убить. Кстати, а вот этого мы можем с вами убить? Давайте посмотрим, кто это у нас такой, какого он уровня. И, может быть, мы его прибьем сейчас Бронтозавром. 140-го Парацеротерий. Ну, я бы не стал с ним, честно сказать, драться. Пусть он у нас стоит. Ну все, друзья, давайте слазим. И сейчас нам нужно будет сделать столько транквилизирующих стрел, чтобы Мишку какого-нибудь косолапого... Правда, нам его придется искать. Так, а что такое? Броня? А, седло для жабы мне тут дали. Ну ладно, забираем. 100, 200, 300. И все. 400, 75. 475, а ягод здесь, видимо, невидимо. Но он у нас прожорливый. Ну что ж, друзья, давайте попробуем найти свирепового медведя. Я немножечко добыл наркобери. Сюда засунул его, переделал. У нас стало теперь 87 транквилизирующих стрел. Надеюсь, что нам хватит. И 50 бочонков для того, чтобы держать его во сне. Я вообще хочу его привезти примерно куда-то сюда. И последний раз я видел несколько медведей. Где-то вот здесь вот на горе, на границе между снегом и вот этой вот хвойной рощей. Сейчас постараемся сейчас высоты найти. К тому же там рядом приземлился артефакт. Попробуем сейчас забрать артефакт в том числе. Вон, смотрите, впереди. Там то ли рысь, то ли... Непонятно кто. Это похоже вообще-то больше на медведя. Сейчас поднимемся повыше. Да, это мишка. Он какой-то недвижимый. И он там находится. Давайте вот отсюда приземляемся. Никого у нас опасного нету сзади? Вроде бы нету. Посмотрим, какого уровня. Очень хочу, чтобы был где-нибудь в районе сотого уровня. Нам бы как раз такой подошел. 20-й свирепый медведь. Ну, такое себе. А больше мы свирепых мишек здесь не видели. А у нас уровень повысился. Я думаю, что нам можно будет качнуть вот так вот опять в скорость передвижения. И мы получили 86-й уровень. Что же на нем будет доступно? Очки ночного видения. Ну, это уже ближе к какому-то баловству. Нам такое будет не нужно. Давайте сейчас попробуем тогда вот этого в медведя себе забрать. Может быть, он не сможет здесь вот так вот прям забраться. Хотя... Смотрите, он там по скалам пойдет. Да, он здесь прям точности придет к нам. Вокруг нету вообще никаких свирепых медведей. И вот хотя бы 20-й уровень это то, чем мы можем сейчас заниматься. Ну, если он перепрыгнет, он очень быстро дойдет до нашего Турука и схватит его. Поэтому нам нужно будет его постараться отвезти куда-то вниз. Но не в горы же его везти. Поэтому давайте сейчас сделаем парочку ударов. Так, пошли. Так, и быстро на Турука. И прыгаем, друзья. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Все, отлично. Он загрелся на нас. Следовательно, мы его сейчас будем отводить вот сюда вот вниз. Вообще, конечно, лучше бы, чтобы внизу был он, а вверху были мы. Ну, давай, приземляйся. Приземляйся, говорю. Где у нас медведь? Вот он подбегает. И смотрите, как он оказывается. Вот это да. Вот это, оказывается, медведи бегают. Не будем подводить к нашему дому. Да, ни в коем случае. Он где-то сейчас должен быть вот совсем внизу. А нам нужно тоже слишком высоко не забираться для того, чтобы стрелы могли достать до него. Все, вот он внизу. У нас здесь хорошие возможности его обстрелять. Сейчас посмотрим, сможет ли он по скале у нас запрыгнуть. Нет, похоже, что все у нас хорошо. Поэтому давайте сейчас разворачиваемся так, чтобы можно было улететь безопасно. Так, точно он у нас не долезет? Все, мне кажется, он вообще отстал. У него больше нет агрессии. Так, кто тут? Я тут подумал, что свирепые птицы где-то пришли. Ну что ж, давайте сейчас главное не рухнуть. Главное найти этого мишку. И главное, чтобы он сюда никак не смог забраться. И главное еще, чтобы стрел у нас хватило. Да, позиция здесь, конечно, не самая удобная. Поэтому давайте для начала все-таки найдем самого мишку. Где он у нас? Вот он у нас ходит. А потом уже будем его обстреливать. Так, там у нас дом. К дому мы подводить, конечно же, не будем. Попробуем его тогда... Во, кто это? Это у нас баран? Слушайте, мы тогда накормим еще и бараниной. И какая-то улитка здесь ползет. Все, конечно, очень интересно. Но мы опять потеряли нашего мишку. Давайте мы его попробуем съесть. Так, готово. Мы убили с вами охотину, хитин, сырое мясо. Немножечко вон он, мишка-то, ходит где. До нас он добежит очень быстро. Прятаться нам особо будет негде. Поэтому давайте сейчас попробуем вот так вот. Но есть. Не взялось. Интересно. Нужно будет очень... Так, он у нас в текстуру застрял. Все, он заходит в текстуру. И тут против солнца, конечно, биться не самый лучший вариант. Поэтому давайте возвращаемся на ту руку. И попробуем занять более выгодную позицию для атаки. Вот, нашел я. Смотрите, место неплохое. Мне кажется, что... Напрямую нас здесь мишка не достанет. 47. Так, странно. Так, почему-то мы не попали. Лучше сразу сесть и посмотреть. Да, он не может к нам подойти. Смотрите. То есть на эту скалу он точно не залезет. Тогда спокойно делаем ему селфи. Раз. 47. Хорошо бы, наверное, попасть все-таки в голову. Хотя мне кажется, что особо без разницы. Смотрите, он так встает, что неудобно. И смотрите, он начинает убегать. Следовательно, у него уже началось углушение. И мы можем его начать атаковать. Главное, чтобы он не упал. Ой, как он сейчас... У нас и этот медведь разобьется. Что-то нам сегодня на медведей вообще никак не везет. Вот он у нас прыгнул. Ну что ж, давайте тогда. Птернадон доступ на повышение уровня. Приземляйся, мой друг, быстрее. Ага. И он сразу же пошел. Что у нас? Выносливость. Выносливость. Все хорошо. Давайте отведем его вот сюда. И... Ну, приземляйся. И смотрим. Да-да-да-да-да-да. Все, полетели, друзья, вперед. Опять к этой же самой скале мы его подводим. Так, это немножко другая, правда, скала. Но тоже очень хороша. С нее неудобно. Не видно, где находится сам непосредственно зверь. А я его опять потерял. Вот он у нас. Иди сюда. Так, иди сюда. Мы тебя сейчас на другую скалу. Так, туда не надо будет ходить, потому что там наш дом. А ты где у нас? Вон он у нас ходит. Ну что ж, давайте. Вот с этой вот скалы, мне кажется, самое лучшее будет место для обстрела. Смотрите, там мишка. Главное, чтобы он у нас не отхилился. Но хилиться ему здесь негде. Здесь нету ни животных, ни... Вроде попали. Странно, почему не попали. Так, попали прям в голову. Прям ровно-ровно в голову попали. Так, здесь у нас скала помешала. Все-таки текстура как-то роляет. Но вот таким вот образом можно будет его сейчас усыпить. Есть, еще раз попали. Давайте сейчас... А если на опережение? Нет, совсем на опережение работать не будет. Поэтому мы сейчас туруком его будем догонять и уже добивать. Надеюсь, что он вроде бы на нас теперь нападать не будет. Мы тут якобы замерзаем, нам пишут. А кто это там? Там баран. Он решил на барана напасть. И это может быть проблемой. Давайте сейчас еще подойдем. Во, все, он в камнях застрял. Так, давайте попробуем вот с этой вот стороны. Надеюсь, что он у нас сейчас не побежит. Так, жалко, что у нас назад не ходит наш птеродактиль. Да, не бежит он назад. Ну что ж, погнали. Есть, попали. Встал на дыбы. Еще раз попали. И он действительно начинает у нас потихонечку убегать. Ох ты, он развернулся. Он просто, оказывается, хитрость у него была в том, что он разворачивается. Это вон, смотрите, это не он случайно у нас бежит. Да, он убежал у нас очень далеко. Пока я его искал, пока я разворачивался, он очень-очень быстро от нас убежал. И тут, кстати, очень хорошее место. Нет, не очень хорошее место для того, чтобы начать его дальше. Обстреливать со всех сторон. Ну ладно, погнали, друзья. Итак. Так, почему не стреляет? Есть. Попали. Отлично. Давай, агрись на нас и беги прям вперед. Где он? Не вижу его. Так, он как раз побежал к нашему лагерю, друзья. Стрелу мы не дозарядили. Ох, сейчас будут проблемы. Сейчас, надеюсь, на него никто не заагрится. Давайте приземляемся. Давай, давай, иди ко мне, Мишка. Смотрите, он на скалу даже запрыгнуть никак не может. То есть он уже настолько слабый. Он уже настолько спит. И он уже прям спустился к нашему лагерю, что, наверное, нужно будет его принять где-нибудь вот здесь вот в сторонке. Потому что не нужно, чтобы он бегал в ту сторону. Очень даже не нужно. Ну все, давайте. Сейчас последние 2-3 удара. Ну быстрее, господи. Есть, попали. Так, убегает. Так, еще одну стрелу попали. И все. Все, очень просто. Давайте. Мишка у нас уснул. У нас есть вроде бы суперэлитное мясо. Так, ты точно уснул? Да, точно уснул. Во-первых, собираем с него все стрелы. Несколько каменных стрел. Дальше смотрим инвентарь. И даем ему мясо, которое лежит. О, ту рука. Что-то мы застряли немножко. И сейчас нам придется... У него без сознания спадает, ну, так себе. В принципе, нормально. Давайте сейчас тогда по-быстрому слетаем в нашу деревню. Она где-то прям совсем рядышком у нас. Вот здесь вот за скалой должна быть. Проверяем, что нам будет нужно. 50 таких, этих таких. Нам, наверное, теперь нужно будет взять элитное мясо. Если мы, конечно, успеем его привезти. Вот, есть. Давайте. Раз, два, три. Надеюсь, что эти три мы с вами прям быстро-быстро туда прилетим. Погнали, друзья. Главное, чтобы там буквально 1-2 минуты. И у нас все это мясо протухнет. Ну, приземляйся давай. Так, отлично. Сразу же запихиваем это элитное мясо в него. Раз, два, три, четыре. Тухлое не надо. Это тоже не надо. Пусть он начнет у нас... Во, смотрите, как он резко пошел есть. Тогда мы разделяем этот стак наполовину. На всякий случай, если вдруг здесь закончится. Сколько у него? Уж 23%. Смотрите, даже нам не придется. Я тогда еще сбегаю за высококлассным мясом. Можно, кстати, баранчику убить. Где-то вот здесь у нас, подождите, где-то рядом-рядом был баран. Все, он у нас начал приучаться по ускоренной программе. Смотрите, 23 без сознания. Спадает гораздо быстрее у него оглушение, чем вот у других животных. Поэтому мы все-таки на всякий случай предусмотрим возможность, чтобы он у нас не встал. Давайте сейчас проверим. 1, 8, 8, 8. Сколько такая штука одна дает? 10, 20, 30, 40. Так, 40 штук такая дает. То есть можно будет рассчитывать, что 3 штуки у нас дают примерно сотню. Приучение 99,9%. На 9 уровней он у нас сразу же повысится. Будет 29 уровня. Я просто хочу посмотреть, что это за медведь, какие у него особенности. Седло для него обязательно сделаем. Мясо пока что еще есть. Если испортится, возьмем вот это. Но давайте, он у нас, в принципе, нормальный. Мы сейчас попробуем все-таки найти барана, убить его. Тем более у нас есть меч суперэлитный. Только нужно вот вспомнить, где мы видели конкретно этого барана. Сейчас наш медвежонок должен встать. Здесь кажется безопасно. За мной никто не гнался. Давайте посмотрим, как у него сейчас идет. Приручение уже 85%. Мясо у него есть. Все вроде бы хорошо. И у нас начинается ночь, друзья. Поэтому я переключаюсь на гамму, чтобы вам было видно все очень хорошо. Ну и подождем чуть-чуть. Кстати, мне показалось, у него там проблема какая-то со здоровьем. Давайте сейчас посмотрим. Да, у него здоровье наполовину. Это при том, что он уже отхилился. Значит, мы его очень сильно побили. Смотрите, у него здоровье даже меньше, чем оглушение. Ну, в принципе, да. Потому что урон у нас шел где-то по 30-40, а оглушение шло где-то по 200-300. Так что мы его приручим, друзья. Давайте сейчас сразу же посмотрим, что нам понадобится для того, чтобы сделать седло для медведя. На всякий случай я сюда сяду. Если на кто-то будет бить, мы сразу же нажмем пробел и взлетим. Поиском я нашел седло для свирепого медведя. Смотрите, цементная паста. Кожа без проблем, волокно без проблем. Цементная паста. Нужно будет найти какую-нибудь широкую реку, где живут бобры. И наворовать у них вот этой вот цементной пасты, видимо, невидимой. И тогда у нас будет седло под... Кто-то, мне кажется, подходил. Такой звук был страшный. Он у нас поел. Давайте посмотрим, сколько у него сейчас стало процентов. 92. То есть последний раз... 99% у нас эффективность приручения. Смотрите, как классно. Я ему ни разу не давал вот эти наркобери. То есть у нас было такое большое оглушение, что его было достаточно для того, чтобы принять его. Классно, друзья. Сейчас будем искать и летать везде вокруг реку, для того, чтобы найти бобров и украсть у них цементную пасту, чтобы сделать седло для свирепого медведя. Жалко, конечно, что свирепый медведь у нас будет всего лишь 26 уровня. Давайте посмотрим. 26 до 29 у нас будет уровня. Вот, жаль. Но я говорю, я там полетал везде вокруг. К сожалению... Кто там? К сожалению, свирепых медведей я больше не нашел. Таких вот крупных, под сотого уровня. Ну, придется довольствоваться, наверное, и этим свирепым мишкой. Все, 92%. Сейчас он должен у нас проснуться, друзья. Отведем его к нам в деревню и пойдем искать бобров. Мишка, просыпайся. Уже весна пришла. Пора выходить из зимней спячки. Сейчас буквально последний раз он должен поесть. И у нас будет супер-классный мишка. Ну что ж, друзья. Поздравляю. Наш мишка что-то там немножечко переглючил. Давайте мы дадим ему имя. Он у нас будет Миха. Все. Добро пожаловать в нашу друдную семью. Следует за Никодимом. Давайте сейчас проверим, насколько он быстро умеет бежать. Ну-ка попробуем. Ты как там? Ух ты! Вот это скорость. Слушайте, мне кажется, он бежит даже быстрее, чем олень. Давайте сейчас вот приземляемся. Ну нет, на самом деле... Кстати, скорость примерно такая же. Он точно нас не убьет. Точно нас не убьет. Скорость, кстати, примерно точно такая же, как у свирепого оленя. А теперь посмотрим, насколько он тупой. Сможет ли он пройти сквозь вот эти вот скалы. Да, отлично. Скорость просто какая-то бешеная. Погнали тогда в нашу дружную семью и возведем. И у нас, похоже, начинается день. Давай-давай вот сюда. Я сейчас с обратной стороны тебя заведу, потому что там у нас везде забор. Видите, мишка здесь не пролезет. Давай-давай. Все отлично. Ну вот с этой стороны ты у нас зайдешь без каких-либо проблем. Добро пожаловать в гости, Миша. Давайте дадим ему сейчас команду оставаться здесь. Отсвистели. Он теперь у нас атакует врага. Здесь у нас дидикурус прокачался. Давайте, во что ему дадим? Наверное, в выносливость или в вес? Ох, сложно. Давайте все-таки вес. Он у нас, потому что камни таскает. У него нету седла, но я ему даю команду F4, то есть указываю цель. И он сам у нас добывает эти камни. А здесь, наверное, это кто у нас? 85 уровня. Мы его качнем вес. Ну и Коля там у нас тоже вроде бы прокачался. А интересно, урон 195. Но у него какой-то есть, видимо, базовый урон. И он наверняка больше по-любому, чем у оленя. А здесь у нас урон 257. Ну, наверное, базовый меньше, но прокачан он, так как уровень у него выше, больше. Да, мишки оказывается грозные животные. Что ж, давайте сейчас тогда по плану садимся на Туруку и пойдем как раз вот туда вот к реке. Нужно будет только выгрузиться все ненужное, чего нам не понадобится, чтобы лишний вес не таскать. Во-первых, у Турука забираем вот это и вот это. Мяса совсем мало, но мы там обязательно что-нибудь найдем. Полетим налегке, наверное, друзья, для того, чтобы собрать максимальное количество цементной пасты, если мы, конечно, ее найдем. Нам нужно сейчас тогда попить, поесть. И все, у нас, в принципе, все готово для того, чтобы начать наше путешествие. Давайте начинаем. Сейчас нам нужно будет найти большой разлив реки. Для этого мы летим как раз строго по направлению. Я там видел несколько рек. Нам нужно будет найти хатки бобров. Своруем цементную пасту. Посмотрите, друзья, как красиво. Наверное, стоит даже переключиться на ночную гамму для того, чтобы полюбоваться вот таким вот ночным небом. Но не нужно забывать о выносливости. Тут везде ходят страшные корнотавры, аллозавры и другие тираннозавры, которые все нас хотят убить. И посмотрите, друзья, какие здесь удивительные камни. А там, мне кажется... Да, там течет лава. Неужели мы с вами попали под действующий вулкан? Мне показалось на секунду, что началась грозная музыка. Как будто бы на нас кто-то хочет напасть. Давайте, сможем ли мы на этом камне отдохнуть? Что это? Виверна. Скорее всего, огненная. Уходим отсюда. Нет, нам не нужно здесь умирать, потому что мы отсюда уже точно не вернемся. Слушаем за музыкой. Так, музыки нету, значит, виверна за нами, скорее всего, не гонится. Давайте передохнем, подумаем все-таки, что же мы с вами увидели. Во-первых, там, скорее всего, у нас какие-то вулканические породы. Во-вторых, у нас там летает виверна, и с ней нужно быть уже поосторожней. В-третьих, вот в той стороне я вижу вход, как будто бы в какую-то пещеру. Нам нужно будет туда сейчас... Вон она. Так. Посмотреть бы действительно... Ну, понятно, что вряд ли это будет ледяная виверна летать в огненном раскаленном вулкане. Поэтому я почти на 100% уверен, что виверна это у нас огненная. Давайте сейчас мы тогда поднимемся вверх и попробуем ее с подзорной... Вот, отлично видно будет с подзорной трубы. И она какая-то у нас, смотрите, странная. Во-первых, она не берется почему-то. Видимо, очень-очень далеко. Давайте попробуем подлететь. Ох, рискую я, друзья. Вот, смотрите, огненная виверна пятого уровня. Дикий самец. То есть нам его можно без проблем свободно убить. Только теперь, скорее всего, я ему сделаю какую-нибудь ловушку, чтобы он у нас был ограничен в движении. И только после этого уже, смотрите, здесь кристаллов много. Вот это да, там змеи какие-то. Так, у нас сколько по выносливости? Примерно половину. Давайте посмотрим. Мы первый раз видим вот каких-то непонятных змей. Титанобуа. Титанобуа пятого уровня. Ну, я думаю, что мы ее загрызем нашим птеродактилем. Давайте сначала приземлимся, немножко отдохнем. Здесь у нас, как я вижу, вот обсидиан. Там это кристаллов огромное количество и какие-то змеи. Вот только лишь вопрос. Не отравят ли они нас? И сможем ли мы противостоять этой змее по-честному? Так-то, конечно, мы ее по уровню... Смотрите, по уровню мы ее легко загасим. 165 мы ей нанесли хороший такой урон. Давайте приземляемся, отдохнем немножко. Вон она у нас вся окровавленная. То есть мы спокойно ее убьем, причем даже без спецвозможностей. Все, она даже начинает уже уползать, потому что понимает, что к нам она... Так, давайте, раз, и все, готово. Пятого уровня яд какой-то мы взяли. Слушайте, очень интересно. Возможно, этот яд... Так, сырое первосортное мясо, кожа и много чего. Что ж, друзья, давайте сейчас сделаем следующим образом. Там вон еще одна у нас змеюка. Мы сейчас попробуем ее атакануть, и надо будет разобраться, что там за какой-то особый яд. У меня есть такое подозрение, что его можно будет... Давайте сейчас... Ах, неудачно получилось. Что его, наверное, можно будет намазывать на стрелы, потому что древние племена пользовались ядом вот всяких страшных змей. Давайте. Так, 165. О, она нас отравила. То есть у нас сейчас могут быть проблемы, поэтому отлетаем. Немножечко передохнем и смотрим, чтобы у нас все было хорошо. Да, сильно она нас укусила, похоже. Ну все, небо стало опять разноцветным, не красным. Она упала у нас вниз. И она какого-то прям очень-очень большого у нас, друзья, уровня. Нам нужно было цементную пасту найти, а мы с вами пошли искать опасных змей. Случайно, вернее, на них нарвались. Ну что ж, давайте сейчас тогда кристаллы покопаем. Главное, чтобы эта змея не доползла до нас обратно. Ну смотрите, как нам повезло. Мы тут редкие грибы еще какие-то выкопали. Они тоже где-то там участвуют. И мы с вами сильно перезагрузились. Тогда выкидываем камни. Все остальное, ну, весит копейки. Взлететь-то мы хотя бы можем. Да, можем, но уже особо-то сильно не полетаешь. У нас уже есть определенные ограничения. Вон тут кристаллы. Так, вон та больная змея. Смотрите, если мы сейчас ее отаканем, давайте попробуем ее добить. И там какой-то ходит странный жук. Смотрите. Очень странные. Такое ощущение на богомолов похоже. Как будто бы это богомолы ходят под нами. Ну что ж, сначала я разберусь со змеей, а потом мы пойдем убьем богомола. Так, готово. Мы убили с вами тенаобу 16 уровня. Нужно будет ее сейчас съесть. Кожа, первосортное мясо. Странно, почему-то у ней яда не было. Может быть, она не успела нас просто ядом напоить. Давайте посмотрим, что это за странные такие существа. Я их вижу впервые. И мне кажется, они очень похожи на обычных, точно таких же богомолов. Так, давай ты чуть-чуть развернись. Посмотрим, кто это. Такой богомол, да. Это действительно был богомол 28 уровня. Теоретически мы его должны будем загасить. Сейчас попробуем спецатакой. Так. 65. И вроде бы ему вообще до лампочки. Значит, у него огромное здоровье, что ли, получается. Можно будет ружьем его, конечно, дострелить. Он сюда у нас все равно не залазит. Так, давайте подлетаем. И сейчас будем опять его бить нашей суператакой. Так, погнали. Готово. И улетаем сразу. Не, задел он один раз, но он нас не отравляет, друзья. Это хорошо, что у нас нет эффекта отравления. То есть мы спокойно можем его сейчас добить. Так, ну и давайте последний раз. Готово. Убили мы с вами этого богомола. Главное сейчас собрать с него все ошметки. Хитин, органический полимер. Во, у нас в каком-то рецепте, кстати, требовался как раз органический полимер. Давайте мы посмотрим, что у нас здесь. Он кого-то сожрал когда-то, какого-то путника. Но, видимо, не нас. Нам очень сильно повезло. Ладно, друзья, давайте вверх. Теперь мы знаем с вами, что богомолы дают огромное количество вот этого вот органического полимера. Давайте еще раз рассмотрим, что же мы с вами получили. Итак, обсидиан, грибы. Это... А где у нас органический полимер? Скорее всего, органический полимер находится у нас в Туруке. Вот, у нас куча мяса. Ох, Турук, как тебе тут? Давай, выкидывать будем. Это что такое у нас? Яд Титанобуа. Этот трофей доказывает, что ты чего-то стоишь и можешь показать всем, как нужно охотиться. То есть, скорее всего, вот эта штука нам понадобится для того, чтобы активировать боссов. И, ну, как-то их призвать. А это что такое? Органический полимер. Ресурс. Невероятно прочное, легкое вещество, добываемое противоестественным способом из определенных существ. Употребление в пищу человеком фатально для его здоровья. И у меня такое ощущение, что оно как будто бы растение. Ну, в принципе, это и понятно из названия. Раз он органический полимер, органика, то, скорее всего, он у нас портится. Слушайте, его, наверное, надо... Ох ты, дождик пошел. Его, наверное, нужно будет как можно быстрее в холодильник отвезти. А мы хотели с вами найти реку и понять, где же мы с вами все-таки находимся по карте. Да, пролетели мы с вами очень много. Вот где-то там... Тихо. Где-то там у нас будет плод. И я бы еще посмотрел вот вулкан. Но мне все-таки хочется закончить эту серию на позитивной ноте. Смотрите, какие-то новые страшные змеи. И у меня такое ощущение, что мы летим как раз... Да, над логовом Виверны! Я как раз это хотел сказать, но это именно логово Виверны. Вы замерзаете, найдите теплое место. Я предлагаю, друзья, вернуться и сюда прийти уже с настоящей командой наших динозавров, чтобы за нами уже тут никто не гнался, чтобы у нас все было хорошо. Вон еще два богомола. То есть мы сейчас их не будем убивать, потому что в этом нет никакого смысла. Мы просто будем знать. Если нам понадобится в какой-то схеме органический полимер, мы прилетаем сюда и уходим. Там кто-то к нам подползать хотел. О, какой-то... А странно. Это какой-то странный новый скоробей. Мне кажется, мы такого, друзья, еще пока что не видели. Давайте сейчас посмотрим, что это за животное. А, это тоже скорпион четвертого уровня. Просто он вот так вот по полосочкам разрисован. А здесь у нас... Это артроплевра седьмого уровня. Да, много. Во, и какой-то новый жук еще к тому же появился. Аронео двадцать пятого уровня. Самка. То есть это какие-то страшные пауки. Наверное, они кидаются паутины. Да, друзья, я думаю, что не нужно к ним подлетать. Скорее всего, ну, судя по всем РПВ, в которых я играл, пауки всегда кидаются паутины и вас стопорят. И раз у нас Турук ничего не сможет сделать, то, скорее всего, его очень быстро убьют. Если хоть не пауки, то вполне возможно какие-то другие существа. Единственное только... Я сейчас попробую убить одного вот такого паука. Давайте сейчас мы подлетим. Посмотрим, что мы можем из него взять. Шестьдесят пять. Так, давайте сейчас еще разок. Так, готово. Смотрите, все-таки они нас отравили. И у нас начинаются проблемы. Посидим немножко. Так, быстрее, 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 быстрее. Да, паутина. Смотрите, он кидает паутину. Ах, нет, нет, нет. Смотрите, он кидает как-то на опережение, оказывается. Вот это да. Теперь мы узнали с вами особенность вот этих вот жуков. Я думаю, что сейчас мы его просто там богомол... Так, а какой из них тот, которого мы били? Вот этого, мне кажется, мы били. Так, погнали. Готово. И да, они паутину в нас кидают. Они кидают в нас паутину. Ну, смотрите, вот этого жука просто так не пробьешь. Там еще и муха какая-то. Так, погнали отсюда. Мухи, скорее всего, умеют летать. У нас выносливости уже практически не осталось. Следовательно, на этом поле находиться очень-очень страшно. Вон сзади бегут у нас двое насекомых. Спереди никто не агрил. Вот это да. Ну, смотрите, урона они вообще не наносят. Урон вообще не наносят. Единственное только неприятно, что они вот могут нас как-то оглушить или выкинуть из седла, или еще сделать что-то. Это богомол, оказывается, обычный. Просто такая раскраска у него была. Вот они на нас загрелись. Смотрите, он сразу кидается и прыгает. То есть они с когтями прыгают. Но урон практически они сильно вот урона не наносят. Где ты там у нас? Все, бежишь. Давайте. Он сейчас может опять у нас просто прыгнуть. Нам надо просто залезть на любую из вот этих вот скал, на которую уже точно никто не доберется, и спокойно набрать полную... Давай, приземляйся. Приземляйся. Все. Здесь нас точно никто не... Может, змей, кстати, только. Здесь нас точно никто не тронет. Здесь мы с вами наберем полную выносливость. И мы знаем теперь, где у нас находятся виверны, где у нас находится вулкан, где у нас находится целое поле насекомых. Кстати, там бы неплохо сделать еще одну перевалочную базу. Так и посмотрим на органический полимер. Виверн, да, он у нас очень сильно начинает протухать. Испортится через 22 минуты. А интересно, если мы засунем в человека, то через 21 минуту. То есть абсолютно разницы нету, где он находится. Скорее всего... А, вон он, этот богомол на нас загрелся. Скорее всего, друзья, полетели обратно. Нам, наверное, к следующей серии нужно будет хорошенько подготовиться в новый поход и отправиться, во-первых, посмотреть, что же там у нас за виверны. Одна или две, или, может быть, там их целое логово. Вполне возможно, в вулкане логово огненных виверн. Было бы очень, конечно, прикольно. И мы с вами полетим, найдем свой плод. Ну что ж, возвращаюсь я пока на базу. Ну что ж, друзья, возвращаюсь я на базу. Серия у нас получилась уже достаточно большая и необычайно интересная. Сегодня мы с вами приучили свирепого медведя. Также мы узнали, что совсем рядом у нас находится вулкан с огненными вивернами. А также целое поле насекомых, с которых можно будет брать органические полимеры и использовать их теперь в своих схемах. А также, обратите внимание, еще огромное количество хитина мы с вами можем набрать. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Не забывайте поддерживать наше видео прохождение своими лайками и комментариями. Поделитесь ссылкой на наше прохождение со своими друзьями. А с вами был Никодим. Встретимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok